На 4 объекта новее станет уже к этому лету Бахчисарай. В городе облагораживают дворы и общественное пространство. Это улица Шмидта в старом городе. Пока здесь грязь и обломки деревьев, но уже в июле появится новая досуговая территория. В Бахчисарай порядка 10 таких воркаут-секций. Это возведена Минспорта, однако не получила популярности у любителей здорового образа жизни. Сейчас у них есть последняя возможность прийти сюда, чтобы повисеть на турнике. Совсем скоро эта площадка будет демонтирована, а на ее месте появится новая, уже не спортивная, а смотровая с вот таким потрясающим видом на весь Бахчисарай. Проект будущей досуговой зоны пока на бумаге, красуется в руках у прораба. Аномально дождливая зима, а теперь и весна, тормозят темпы работ, однако не отодвигают их финиш. Все строго по графику. Техника не может ходить по этому, а так полным ходом идет работа. Мы чистим лес, как видите, рабочие работают, и грузим, вывозим мусор, чистим. И в ближайшее время, как погода появится, надеемся, что все наладится и полным ходом пойдет работа. В жилых кварталах города тоже кипит работа строительной техники. Бахчисарай вновь подтверждает свой статус одного из лидеров в выполнении программы благоустройства придомовых территорий. Крымские дворовые метаморфозы стали возможными в том числе благодаря реализации уникального регионального проекта народной программы. Он подразумевает участие самих жильцов в формировании проекта благоустройства придомовой территории. Составлялся летом под диктовку жителей муниципалитета, а утверждался лично в Москве президентом. Хочешь выбирай себе клубу у дома, хочешь спортивную площадку. Большая стройка развернулась на улице Строительной. Одна из жительниц двора пристально рассматривает паспорт объекта. На нем все с учетом пожелания бахчисарайцев. Для некоторых обязательно маленький приусадебный участок. Для некоторых поставить машину. Если детки хотят, чтобы была площадка, конечно, в доступе. И детская территория, и парковка, и спортплощадка здесь будут совсем скоро. Заступив на участок, подрядная организация уже успела демонтировать старые гаражи, дорожное покрытие и бордюры. Люди довольны, все ожидают, когда мы закончим, хотят увидеть окончание наших работ, как это будет выглядеть. На этот двор и на другой, на улице Мира, деньги появились благодаря московской финансовой поддержке. Благоустройство дворовых территорий у нас в рамках представленной субсидии порядка 36 миллионов рублей. Это то, что у нас идет на благоустройство дворов. И на благоустройство общественной территории субсидия порядка 26 миллионов. Контракты заканчиваются в ноябре этого года, но строители синхронно будто соревнуются. Работая на опережение, все три двора и досуговая зона будут готовы уже к середине лета. Тарас Березицкий, Саид Влиляев, телеканал Милет, Бахчисара. Продолжение следует... Продолжение следует...